Добрый вечер, приветствую вас в программе по-русски с немецким акцентом. С нами сегодня на связи российский политолог и политтехнолог Абас Галямов, который сейчас находится в еще более далеком Израиле. Приветствую. Здравствуйте. Вы в Израиле успеваете следить за событиями в России и лучше в курсе, чем я, как я уже подел из предварительного разговора. И мы записываем в четверг, и сегодня выступил президент Российской Федерации Владимир Путин перед Советом по правам человека. И там уже все обсуждают в интернете, что он вещи перепутал. Первое, что говорят, что он про Савронова, который, по-моему, еще сейчас под следствием говорил, что он уже осужден, и что его осудили за Росавиакосмос, хотя на самом деле там другое дело. Что там происходит? Владимир Владимирович был известен всегда тем, что у него память хорошая, и тут он вдруг путает что-то. Да, смотрите, показания Путина расходятся с показаниями следствия, да, по крайней мере с тем, что они публично озвучили. И, в принципе, это можно, наверное, рассматривать, вот этот факт рассматривать как индикатор, такое знаковое событие, знаете, как доказательство того, что Путин теряет интерес к российской политике. Вообще он все больше напоминает, знаете, такого языческого бога, который странным образом отсутствует в делах повседневных, да. То есть он как-то, он в принципе есть, да, никто не сомневается в его существовании, но в то же время в повседневные дела он не вмешивается. Очевидно, что российская политика с ее вот нервотрепкой, с постоянным недовольным населением, да, с падающими рейтингами, с протестами, вот, завязанная на экономику, которая упорно отказывается расти, и упорно отказывается следовать путинским директивам, вот они, они, Путину все менее интересны, и он все больше переключает свое внимание на внешнюю политику. Вот там он чувствует себя как в своей тарелке, да, и поэтому вот то, что сегодня произошло, оно рано или поздно должно было произойти, вот появился такой индикатор, ну, ну, такой, можно сказать, символический даже, да, некоторым образом, символизирующий то, что Путин окончательно оторвался от, так сказать, жизненных реалий, витает там в своих высоких геополитических сферах, да, и не сильно вдается вот в те проблемы, которые волнуют простых смертных. То есть это знаменитая русская проговорка «не до этого», да? Да, ему вот действительно не до этого, понимаете, ну, неприятная штука вот эта, да, значит, ты что-то там занимаешься, что-то делаешь, вот, а результата нету, результата не видно. То ли дело вот во внешней политике, значит, захотел войска в Сирию отправить, отправил, тут же они раз, поехали туда, значит, там, захотел в американские выборы вмешаться, тут же результат на лицо, не знаю, положительный или отрицательный, но, как минимум, он есть. Ну, то есть результативность некая заметна, вот, а в случае с экономикой, с вот внутрироссийской политической жизнью, ты вроде как в холостую колеса крутишь, понимаете, никак не получается сделать так, чтобы был результат. И там еще... Да-да-да, пожалуйста. Понимаете, он же окружен людьми, которые не в состоянии ему сказать что-то там неприятное, что-то с чем-то не согласиться, понимаете, они по любому поводу будут убеждать его, что он велик, что он один прав, а все вокруг остальные дураки, даже если он совершит какую-то глупость. Да, и вот в ситуации отсутствия такой критики, ну, любой человек теряет связь с реальностью, да, он начинает жить в своем каком-то фантастическом, выдуманном мире, и в этом мире он действует так, как считает нужным. Это, кстати, даже не обязательно надо в Россию смотреть, такие проблемы есть и в Германии, тут тоже Ангела Меркель уже почти 16 лет, 15 лет у власти, и определенные такие процессы тоже имеют место, я думаю, это... Очевидно, Борис, очевидно, что это происходит, любая власть, она некоторым образом развращает, и вот вам просто надо понять, что если такое происходит в демократической стране, где всегда есть обратная связь, где всегда есть угроза проиграть выборы, да, значит, то, где есть независимые СМИ, которые тебя критикуют, то в ситуации в авторитарной стране, насколько все это более сильно, все эти тенденции, где любого критика тут же объявляют иностранным агентом, значит, шпионом, так сказать, да, то есть, соответственно, к его критике прислушиваться не надо, что ж ты врага, что ли будешь слушать, да, раз он тебя критикует, значит, ты прав, ты трижды прав, ну вот, и это вот, понимаете, та тенденция, которая присутствует вообще всегда в политике, да, любая власть, повторюсь, развращает, авторитарная власть развращает в разы сильнее, поэтому, если вы это заметили в Германии, представьте себе, насколько сильно это происходит в России. Там еще второй инцидент был, одни говорят тоже память, другие говорят, мы не знаем, он говорил, что Михаил Ходорковский косвенно признал свою вину, и я вот вам прочту ответ Михаила Ходорковского, который он на Твиттере написал, не бойтесь, он не очень длинный, ни прямого, ни косвенного признания не было, Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины или умышленно вводить в соблуждение. Мы противники, но я благодарен за возможность попрощаться с мамой и не в претензии, если это возрастная забывчивость. Ну вот, Ходорковский, по сути, сказал примерно то же самое, о чем говорю я, то есть он не помнит, правда, он еще добавил вот этот фактор возраста как возможный вариант. В принципе, и включать нельзя, но на самом деле одно другого не исключает, то есть это как раз вот там совсем пожилые люди, как известно, они начинают витать в облаках, жить в выдуманном самими собой мире, и действительно, ну, слово старчика деменции употреблять не хочется, да, значит, это как бы удар ниже пояса, да, но все-таки какие-то процессы, мягко скажем, они часто происходят, да, и вот Ходорковский об этом напомнил, и этот фактор, наверное, тоже имеет место быть. Он, кстати, конечно, является главной, так сказать, угрозой российскому режиму, да, то есть как бы там Путин не закручивал гайки в стране, процесс, которым он очень активно занимается, да, со временем ты ничего не сделаешь, да, и с возрастом ты тоже ничего не сделаешь, ты не становишься моложе, ты не становишься, так сказать, быстрее, твоя реакция не ускоряется, да, ты, ну, в общем, не расцветаешь, ты увядаешься. Зато мудриешь. Ну, знаете, мудрость, она же до какого-то момента только присутствует, да, а после какого-то момента старик становится как ребенок, знаете, как по-русски говорят, что старый, что малый. Какой вид добрый, а? Ну, вот, как они с нами, так и нам с ними приходится. Ну, у кого как, смотрите, там президент в Соединенных Штатах, небос Байден ему 77, по-моему, так что это Путин еще пацан по сравнению с ним, то есть это, так что... Да, 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 в принципе, конечно. Ну, опять же, надо иметь в виду, что Путин очень хорошо следит за своим здоровьем, да, поэтому он очень, так сказать, видно, видно, что он очень бережно к нему относится, и поэтому я далек от утверждения, что там, значит, в ближайшее время он по причине своего возраста и слабого здоровья оставит свою должность. В России есть люди, которые это предрекают, я в это абсолютно не верю. Я думаю, что все эти слухи, ну, во-первых, они, конечно, являются отражением реалий, то есть действительно Путин не молодеет, но, во-вторых, они просто являются отражением бессознательного, что ли, так, народного, если можно выразиться, да, то есть вот этого пасхудного желания, чтобы, значит, уже эта страница, надоевшая всем, была быстрее перевернута, да, и чтобы началось что-то новое. То есть запрос на обновление, запрос на новизну в России, чтобы вы понимали, Борис, очень силен, это вам любой социолог скажет, даже про кремлевские социологи это говорят, это, в принципе, уже, ну, даже никто не спорит. Пару лет назад с этим они спорили, доказывали, что есть, мол, запрос на стабильность. Сейчас они понимают, что запрос на стабильность существует уже только в головах отдельных политиков. А в целом даже лоялисты, даже лояльно настроенные по отношению к Путину группы, они тоже хотят перемен, и на самом деле они прекрасно понимают, вот, что с именем Путина они никаких перемен, надежд на перемены уже не связывают. То есть сохраняя по привычке вот такую лояльность, ну, это особенность, знаете, такой патриархальной политической культуры, да. И как бы лояльно по отношению к власти, но, в принципе, с Путиным никаких надежд они не связывают. Это очень хорошо заметно, когда ты делаешь фокус-группы. Вот нынешние фокус-группы, по сравнению с теми, что были, допустим, 4-5 лет назад, вот вскоре после присоединения Крыма, поразительно отличаются друг от друга с точки зрения вот эмоций, да. Если раньше власть российская, Путин вызывали колоссальный напор такой положительных эмоций, то сейчас их вообще нет. То есть это вот одобрение такое, отчасти по привычке, отчасти из опасения, что как бы хуже не стало, да. Но вот даже второй фактор, как бы хуже не стало без них, да, даже он слабеет. То есть люди уже готовы рисковать, люди готовы, значит, попробовать счастье, попытать счастье, так сказать, да. То есть у них уже ощущение, значит, формируется, что хуже быть не может, что нам, так сказать, как тем пролетариям марксовским нечего терять, кроме своих цепей. Это вы уже опередили меня со следующим вопросом, вы уже ответили, потому что ходят эти слухи, что он 17 декабря пявит о подставке на пресс-конференции. То есть это, на ваш взгляд, чепуха просто? Ну, никаких оснований, значит, об этом говорить нету. Я был бы рад ошибиться, было бы хорошо, если бы это было так. В принципе, конечно, Путин способен, не будем, так сказать, отрицать очевидное, ну, по крайней мере, раньше он был способен иногда на какие-то сильные, неожиданные ходы. Ну, например, он ушел ведь с поста президента в 2008 году, он мог этого не делать политически, Кремль контролировал ситуацию полностью, и, в принципе, они могли наплевать на Конституцию, внести, так сказать, в нее изменения, то, что они сделали в уходящем году, да, и, так сказать, разрешить ему править вечно. Многие авторитарные правители, в том числе и на постсоветском пространстве, такое делают, и Путин тоже, в принципе, мог это сделать, да, но он вот решил рискнуть, он сыграл в такую рисковую партию с Медведевым, он ушел, формально закон был соблюден. То есть, надо отдать ему должное, да, он, в принципе, по крайней мере, повторюсь, раньше был способен на сильные ходы, поэтому теоретически, если у него готов преемник, если он не хочет повторения в России 24-го года белорусского сценария, да, значит, который мы сейчас видим в Минске разворачивается, вот, ну, может быть, он и, значит, это сделает, ну, то есть, не хочется, знаете, вот окончательно разочаровываться в лидере нации, да, в президенте, то есть, хочется, до последнего хочется верить в том, что, ну, он не такой уж плохой, как и зачастую выглядит, да, и, значит, ну, так сказать, вот настроить оптику свою собственную, да, определенным образом, ну, вот можно, можно что-то там и хорошее в его действиях увидеть, да, и поэтому я, ну, так, в глубине души там, и все надеюсь, что что-то за этими слухами есть, да, хотя вот голос рассудка говорит мне, нет, не верят, все ерунда. Абаз, это вы очень интересную вещь говорили, что 24-й год и белорусские забиты, то есть, вы не исключаете все-таки, что в России в год выборов или после выборов в Вене развиваться будет ситуация по белорусской сценарии? Да, я совершенно уверен в том, что в 24-м году, если Путин объявит о том, что он пойдет на следующий срок, будет резкий всплеск протестных настроений. Вполне возможно, что российские силовики будут действовать более эффективно, чем, значит, белорусские, да, и они задавят протест в зародыше, да, значит, то есть на улицах, может быть, не получится таких толп протестующих, но очевидно, что рейтинг Путина упадет очень низко, и подавляющее большинство граждан страны будет недовольна вот этой перспективой, значит, заполучить состарившегося, бывшего, так сказать, каудилию, да, еще на 6 лет, а то и на 12 даже. А ему будет 70 уже, по-моему, да, или... Да, да, ну да, около того. Ну, в любом случае, речь не только даже о возрасте, да, но все-таки о том, что, ну, почти четверть века он уже правит. Да. И собирается править еще, значит, лет 6, а то и 12, да, то есть больше третий века пройдет при нем, то есть там не то, что дети уже, внуки выросли, да, и, повторюсь, самая главная проблема, что вот в стране сейчас есть созрело некое ощущение безвремения, ну, то есть Путин, с ним, повторюсь, не связывает никаких надежд на будущее, все понимают, что ничего не поменяется при Путине, что вот ситуация будет вот так, как она сейчас, медленно двигаться в сторону упадка, то есть это будет некая деградация, то есть ощущение застоя очень сильно уже сейчас, а к 2024 году оно, конечно же, усилится, никто не верит в этот рывок пресловутый, так сказать, да, значит, да и Путин уже, кстати, перестал даже о нем говорить, то есть он пару лет назад попытался, вот, но, видимо, уже сам понимает, насколько это странно выглядит, насколько, ну, так сказать, несерьезно это, да, ну, то есть откровенную чушь говорить не хочет, не хочется, вот он не говорит, кстати, это, наверное, тоже надо отдать ему должное, то есть он проблески здравого смысла, так сказать, разума демонстрирует, да, так вот, люди не, вот это ощущение, вот, значит, скольжения вниз и ощущение полного отсутствия исторических перспектив, оно резко усилится, и, конечно, это может стать, это вот та база, на которой всегда взрастает протест, в этой ситуации любой, любой, там, маломальский, формальный, не имеющий к большой политике повод может оказаться смертельным, помните, как арабская весна началась с самосожжения провинциального торговца фруктами, да, 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 абсолютно не политическое, так сказать, событие, да, но, значит, вот неожиданно вдруг весь Ближний Восток там полыхнул, полыхнул, да, вот, и в России же такое тоже уже было, это, значит, вспомните в прошлом году дело Голунова, например, да, 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 или, например, конфликты из-за московских выборов, выборов в Мосгордуму, Хабаус! Никогда никого, на самом деле, не волновала, там, так сказать, судьба мандатов депутатов Мосгордумы, в России с ее сверхцентрализацией от депутатов Мосгордумы совсем не так много зависит, то есть это, ну, депутат провинциального парламента, то есть для него самого, для его статуса, так сказать, для его карьеры, там, да, это, наверное, важная вещь, но в целом для общественно-политической жизни это так, так, в общем-то, фактор не ключевой, но вдруг полыхнуло совершенно неожиданно, да, вот, то есть формальным поводом, или вот фургал там в Хабаровске, да, который случился в этом году, это показатель того, что протестные настроения уже вышли за пределы Москвы и, значит, вот пошли, так сказать, гулять по всей стране. Все, к 24-му году все это ухудшится, поэтому я абсолютно уверен в том, что будет резкий всплеск протестных настроений, как только Путин объявит, что он остается на следующий срок, а и никакие лоялисты, значит, Боярский, там, Машков, Исенбаева, ну, все эти традиционные путинские общественники, так сказать, которые восхваляют любой его шаг всегда по команде Кремля, они не изменят этого восприятия, да. Freedom Finance – это единственный европейский русскоязычный брокер с листингом на NASDAQ в Германии. Инвестиции в IPO американских компаний от 2000 долларов, эксклюзивно в Европе. Прямой доступ к американским, европейским и азиатским фондовым биржам. Более 40 тысяч акций, ETF и облигаций. 0% комиссии в первый месяц. Бесплатная аналитика и инвестиционные идеи еженедельно. Торговая платформа и мобильные приложения. Бесплатные консультации и помощь в формировании инвестиционного портфеля. Персональный русскоязычный менеджер. Партнерские и агентские программы. Регуляция немецкого Баффин, американского СЕК и кипрского САЙСЕК. Открой реальный счет на freedom24.com Сейчас уже есть ощущение, что очень сильные изменения во власти, которые совпадают с короной. Может, случайно совпадают, нет? Какие-то очень сильные ракировки. Что там происходит? Черчилль всегда говорил, что то, что происходит в Кребле, это как будто бульдоги под ковром. Иногда видно, как мертвая бульдога вылетает. То есть сейчас что-то ощущение, что сошевелилось под ковром. Борис, вы имеете в виду перестановки в правительстве, наверное, да? Да, и вообще, даже очень много же меняется, рокировка уже есть такая. Но кадровые перестановки вы имеете в виду, да? Да, 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 да. Смотрите, Борис, с одной стороны, это, конечно, очень важные вещи. И если вам интересно, я могу долго и в лицах рассказывать, что там происходит, да? Чьих людей, на кого он меняет. Если совсем коротко, то, значит, суть дела в том, что Мишустин укрепляет свои позиции, да? Он избавился от многих людей, которых ему навязали во время, значит, его назначения, тогда в феврале-марте, вот. И, значит, выстроил свою собственную Мишустинскую, так сказать, вертикаль. До этого у него вертикаль была такая очень кривая, да? То есть там присутствовали люди, которые совершенно не ориентированы были на самого Мишустина, не воспринимали его в качестве патрона, так сказать, да? Которые воспринимали в качестве патрона кого-то из членов путинского политбюро, там, Кимченко, например, да, или Ротенбергов, вот, олигархов путинских, так сказать, да? Вот. Теперь вот от этих людей Мишустин избавился, да, и он очень сильно и заменил своими, там, более лояльными ставленниками, да? И, соответственно, можно говорить об укреплении аппаратных позиций Мишустина. Но, Борис, при этом надо понимать, что для, с точки зрения вот большой политики массовой, вот если не об аппаратных этих интригах, да, там, когда политика есть инструмент решения, так сказать, своих шкурничков, да, вот в российской политике есть такое слово «шкурничок», это твой личный интерес, да? Вот, а российская политика, конечно, в значительной степени движима вот этими шкурничками, вот. Но если все-таки выйти за их, за пределы этой истории, да, вот аппаратно-шкурничковой, если можно так выразиться, и, значит, говорить о большой политике как о способе перерасстреления власти между большими социальными группами, как, собственно говоря, каковой политикой, там, как нормальный процесс, нормальный политический процесс и должен быть, да, то ничего не поменялось, потому что вся власть как была, значит, у Путина в Кремле, так она и осталась. То есть там этажом ниже под ним произошло перераспределение, так сказать, да, и вон у Керы там между собой переделили контроль над финансовыми потоками и контроль над правом принимать решения в определенных отраслях, да. Но это все этажом ниже под Путиным, то есть, по сути, для российского обычного гражданина это, значит, ну, это не имеет никакого значения, для него ничего не изменится. Значит, будет ли осваивать финансовые потоки конкретной отрасли там человек Ротенберга или это будет делать человек Мишустина? Еще такой вопрос. Сегодня на Совете по правам человекам там и обсуждалось это новое правило, что даже частные лица могут быть иностранными агентами. Путин говорил, что, как он говорил, люди у нас все чистые там и хорошие, но вот те, кто им деньги дают, они хотят сдерживания России. Люди-то наши честные и добрые и правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями. Не укрепление России, а сдерживание. В этом вся суть проблемы. Как это так, что теперь и частные лица могут являться иностранными агентами? То есть, если я кому-то из друзей переведу там 100 евро, он уже выходит иностранный агент? Борис, лучше не переводите или переведите какому-нибудь единороссу. Вот. Например, сегодня, значит, в Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым, значит, правительство, государство может засекретить данные об имуществе представителей правоохранительного блока. То есть, знаете, зачем бороться с коррупцией, да, если можно, в принципе, засекретить данные об имуществе силовиков? Да, очень-очень просто. Шикарно. И вот среди авторов, там три автора этих законопроектов, вот я, значит, знаю одного из этих депутатов, Вяткин, там, не первый раз он с такими инициативами выступает. Вот переведите лучше эти 100 евро, так сказать, господину Вяткину, Борис, ладно? А либералам больше не переводите, да? Потому что, понятно, это, в принципе, если отбросить шутки, то это достаточно логичный шаг, логичный с точки зрения развития, так сказать, логики системы, да? Система же не стоит на месте, она должна в каком-то направлении все равно двигаться, да? Какая-то диалектика есть. Да, да. И вот, значит, ну, сперва признали иноагентами организации, признали иноагентами СМИ, да? Значит, ну, дальше, кого еще признать иноагентами? То есть, вот, надо понимать, что система работает в этой логике. Она везде ищет шпионов, она ищет везде врагов, да? Она не готова признать, что недовольство Путиным, недовольство властью может произрастать, так сказать, и внутри России. То есть, очевидно, что такого быть не может, не должно такого быть, да? А россияне истово любят Путина, так сказать, да? Вот в кремлевской картине мира. И если кто-то из россиян Путина не любит, то это значит, что его какие-то вот темные силы извне, значит, сбили, так сказать, с пути истинного, да? Соблазнили, воспользовались его, так сказать, слабостью, глупостью, воспользовались либерализмом властей. Вот эти силовики же так преподносят. Они же и ходят к Путину, да? Ну и силовики, и кремлевцы, сейчас, господи, все уже там разница небольшая. Вот, они идут и говорят, Владимир Владимирович, ну вот проблема там, так сказать, да, рейтинг падает, но... Они же не могут сказать, что рейтинг падает, потому что россияне в тебе, царь, разочаровались, или в том, что ты, извини, там, тот курс, который ты проводишь, им не нравится, да? Поэтому приходится придумывать оправдания какие-то. Ну а вот самое хорошее оправдание, они же знают логику, в которой мозг Путина функционирует, да? Он везде шпионов ищет, вот. Ну и, соответственно, они вот продолжают капать вот в этом направлении постоянно, искать объяснения такие. Он от них требует, значит, ну раз это шпионы во всем виноваты, так вы с ними боритесь, значит, требует от них действий. Вот они и разрабатывают такие законы. То есть это такое колесо, которое само по себе едет, да, его толкнули, так сказать, с горы вот 20 лет назад, и вот оно мчится, набирает скорость. И каждый следующий оборот, он, в общем, вот, как бы он логичен, да? То есть через два года еще и домашних животных объявит иностранными агентами. Извините, не расслышал, что... Через два года еще и домашних животных уже могут объявить иностранными агентами. Собака кушала американский корм. Значит, смотрите, Путин любит собак, поэтому собак, я думаю, выведут за скобки, да, а вот всех остальных вполне могут. Ну то есть, да, вот они будут в этой логике действовать и дальше, и тут ничего не поменяется. Российский режим, он на самом деле ужасно предсказуем. То есть, какие-то неожиданные шаги могут совершаться, но исключительно в рамках вот этой логики, опять же. Вот эту логику Путин ни разу еще не ломал. Тем не менее, останется интересно, наше время прошло. Спасибо огромное, было очень интересно. Напоминаю, с нами на связь был Аббас Галямов, который российский политолог и политтехнолог, но сейчас находится в Израиле. Спасибо огромное и до свидания, Аббас. Спасибо, до свидания, спасибо. И спасибо и до свидания и вам, дорогие наши зрители, смотрите нас снова в следующую субботу в 20 часов, или если пропустили, нажайте вот сейчас вот видите каналы. До свидания, до побачения, нахвам дис, ла реведере, чао, auf wiedersehen, тщусь, пока. Продолжение следует...